Добрый вечер. В эфире телекомпании «Город. Программа подробностей». А в нашей студии Александр Ширин, депутат Государственной Думы. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Давайте мы начнем с такого вопроса, как спецпоезд. Интересный проект, очень. Он уже стартовал, он продолжит свою работу. Хотелось бы понять, как это работает, для кого это? Ну, спецпоезд ЛДПР – это наша партийная, скажем так, особенность. Партия ЛДПР уже 26 лет работает непосредственно с избирателями. Мы знаем, что людей к нам на наши встречи никто загонять не будет. За нас на избирательные участки никто заставлять голосовать не будет приходить. Поэтому мы сами едем к нашим избирателям. Немногие люди могут себе позволить приехать в Москву или найти приемную депутата Государственной Думы где-то в центре регионального города. Поэтому мы едем по малым городам и селам. И я был участником одного из поездов, который проследовал по 17 регионам Российской Федерации. Целый месяц мы выехали из города Москвы, от железнодорожного вокзала. 19 марта, вернулись 17 апреля. Нас провожал и встречал председатель нашей партии Жириновский Владимир Вольфович. Цель одна – повстречаться с людьми, услышать, что сегодня их в первую очередь беспокоит и волнует. Ну и самое главное – взять у них обращение. Сейчас второй поезд уже едет по Российской Федерации. И где-то в июне будет еще и третий поезд. Всего будет четыре поезда в течение года. И мы такую же практику будем реализовать в том числе на территории нашего региона Рязанской области. Будем автопробеги организовывать. Вот мы планируем май-июнь делать три автопробега. Один будет тематический автопробег. Вот, к примеру, обратился к вам человек. Поступила жалоба. Что происходит дальше? Я направляю депутатский вопрос сначала чиновникам. Но больше я, конечно, работаю с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. У нас еще есть фонд депутатский. Мы сдаем часть заработной платы в общепартийный фонд. Депутаты Государственной Думы, фракции ЛДПР. И часто Владимиру Вольфовичу просто люди обращаются за финансовой помощью. Просят тысячу, полторы, две тысячи рублей. А как он реагирует на такие просьбы? Владимир Вольфович не может, конечно, всем людям направлять деньги для приобретения телевизора, холодильника, автомобиля. Кто-то просит денег на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Но Владимир Вольфович, он человек, который родился шестым ребенком в семье в Казахстане. Он знает, что такое, когда чего-то не хватает. Да, он знает, что такое многодетная семья. Он знает, что такое, когда ты носишь вещи за старшими братьями, сестрами. Он понимает, что такое та же самая тысяча или полторы тысячи рублей в семье, в которой вот этих элементарных вещей не хватает. Коль уж мы коснулись Владимира Вольфовича. Буквально на днях у него был день рождения. Говорят, были очень необычные подарки. Он человек очень эрудированный, интеллектуальный, поэтому всегда какие-то интеллектуальные подарки пытаются подарить. Мне вот понравилось пензенское региональное отделение торт. Огромный привезли в виде карты США. И там была Аляска уже обозначена как... И когда кусочек торта отрезаешь, получается, можно часть Аляски отрезать. Но это все символически, никаких геополитических намеков мы не имели. Мы от регионального отделения ЛДПР нашего Рязанского подарили книгу 1906 года. Издание о Первой Государственной Думе. Там полностью перечислены все депутаты, все фракции, политические партии, которые были в первом созыве. Я думаю, это очень интересный подарок. Тем более Владимир Вольфович, он находится всегда в чтении какой-то книги. Расскажите о том, как работает местное отделение. Что интересного происходит? Какие кадровые перестановки были в последнее время? Ну, региональное отделение работает в штатном режиме. Я высшим советом был назначен исполняющим обязанности координатора Рязанского регионального отделения. Но это временное явление. Мы обязательно в районе 16 мая проведем конференцию. Изберем координационный совет, контрольно-резиденную комиссию. Из состава координационного совета изберем координатора. Кандидатуру координатора в соответствии с уставом нашей партии мы будем утверждать на высшем совете. Эту кандидатуру высший совет согласует. Есть порядка трех-четырех достойных кадров, которые можно будет представить на высший совет. Высший совет всех их заслушает. Каждый представит свою программу развития регионального отделения, структуру. И как глава администрации города Рязани на конкурсной комиссии, так и у нас это происходит. Как конкурсная комиссия, это высший совет партии. А потом будет следующая конференция. Мы будем выдвигать список кандидатов депутата Рязанской областной думы. Сейчас нужно сделать так, чтобы у нас во всех районах Рязанской области были работоспособные координаторы местных отделений. Чтобы у нас везде появились приемные. Вот я как депутат Государственной думы направил по всей Рязанской области главам районов просьбу предоставить нам помещение на условиях аренды. Не бесплатно. Мне как депутату Государственной думы положено приемное. Мне ее все выделили. Отработали оперативно в аппарате правительства Рязанской области. Здесь вопросов нет. Приемное оборудовано. Как я уже говорил, по улице вокзальная, дом 11. Ведется прием граждан. Там мой помощник работает. Я принимаю людей. Ну вот хотелось бы по всей Рязанской области открыть такие приемные. Но какое удивление. У нас оказывается во всех районах Рязанской области нет свободных помещений. Только один район нашел для нас помещение. Это Ряжский район. И кто бы там что обо мне где-то не писал, я буду выполнять тот приказ, который передо мной стоит. Передо мной поставлена задача высшим советом. И я ее буду выполнять. Партия создана Владимиром Вольфовичем Жириновским. И все проблемы, которые в ней существуют, и все негативные вещи, которые происходят, его очень расстраивают. Поэтому задача депутата Государственной думы, курирующему Рязанскую область, в частности, передо мной ставится задача. Это приемные во всех районах Рязанской области, работоспособное региональное отделение, достойные кандидаты в Рязанскую областную думу, участие в выборах, ну и самое главное, честность перед нашими избирателями. Мы не должны за спиной наших избирателей договариваться с кем-то о чем-то. Мы должны честно работать и смотреть в глаза нашим избирателям. Если мы сегодня ставим вопрос о помощи нашим гражданам, и при этом мы будем ухудшать отношения с чиновниками на местах, то мы должны перед собой сделать определенный выбор. И мы его сделали. Мы отстаиваем интересы жителей Рязанской области, которые выбирают партию ЛДПР в качестве защитника. Да, нам приходится в этот момент портить кровь чиновникам. Нам приходится на них жаловаться, писать в прокуратуру, выставлять пикеты, митинги, демонстрации, поднимать на телевидении в средствах массовой информации злободневные проблемы. И мы будем это делать. В ЛДПР очень сложно нравиться одновременно и избирателям, и чиновникам нужно выбирать. Я приеду, естественно, в каждый район. У нас будет 15-20 машин с флагами ЛДПР. Мы будем ездить по этому району. Я буду в рупор оповещать людей о том, что я готов с ними встретиться. Я разобью палатку возле администрации каждого муниципального образования с табличкой приемной депутата Госдумы. Я приглашу телевидение. Снимут сюжет, как я веду прием граждан в армейские палатки. И мы таким образом покажем нашим избирателям, что мы способны отстаивать не только их позицию, но и свою. Партия не способна защитить себя, не способна защитить своих активистов на местах, она не способна защитить интерес своих избирателей. Поэтому партия, которая идет договариваться с чиновниками на местах, она мыльный пузырь. Если какой-то кандидат в депутат Рязанской областной думы будет безумным, если он не будет отставить интересы своих избирателей, если он не будет пропагандировать идеи ЛДПР, то мы его будем со списком отзывать. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что моя приемная находится в городе Рязани по адресу улицы вокзальный дом 11. Там офисный центр Первомайский. Люди многие знают это здание. На втором этаже пусть обязательно приходят с 9 до 18.00 каждый день работаем, кроме субботы и воскресенья. Это интересная и полезная очень инициатива. Были в последнее время? Ну вот я внес законодательную инициативу о праве реализации собственно произведенной продукции фермерами. Я хочу, чтобы фермеры на территории Российской Федерации со специализированной автолавки могли продавать собственно произведенную продукцию любой точки Российской Федерации. Мы подъехали к Ашану и пусть свинину продают по цене на 50-100 рублей дешевле, чем там. У нас сегодня все жестче и жестче принимаются законы, что все должны рынки быть только в стационарных сооружениях, что торговать нельзя вот в таких местах, нужно только вот в таких местах торговать. То есть очень сложно сегодня фермерам найти рынок сбыта. Они не могут в торговые сети зайти. Завтра праздник для всей страны, 1 мая. Куда рязанцы могут пойти? Мы приглашаем всех желающих принять участие в демонстрации, естественно, в колонии ЛДПР. Будем собираться у торгового центра Виктория Плаза в 9 часов 30 минут. Я всех приглашаю. И все, кто будет находиться в нашей колонии, они смогут участвовать в беспроверочной лотерее. То есть они берут лотерейные билеты, такой символический праздничный билетик. И после завершения шествия и митинга им достанется в подарок очень ценный приз от ЛДПР. Или одеколон, или сумка, или зонтик, или футбольный мяч. У нас много атрибутики партийные. Александр Николаевич, мы с вами встретились накануне Великого Дня Победы. Давайте поздравим всех, кто будет нас смотреть. Я хочу поздравить всех россиян с этим замечательным праздником, всех жителей Рязанской области, наших ветеранов Великой Отечественной войны, которых все меньше и меньше становится. Это Великая Победа, это историческое событие. Наши дети должны понимать, что все, что по телевизору сегодня показывают про Великую Отечественную войну и унижение роли советского народа в победе, это, естественно, прозападная спекулятивная агитация, на которую ни в коем случае нельзя обращать внимание. Единственными солдатами, которые водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом, это были солдаты советской армии. И мы не видели ни американского, ни какого другого флага над Рейхстагом. Это историческая правда. Поэтому, кто Великой Отечественной войне победил, тот Знамя Победы над Рейхстагом и водрузил. Водрузили мы, поэтому мы победители, мы страна героев. Огромное вам спасибо, наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, за ту победу, которую вы нам дали и сегодняшнее мирное небо над головой. Спасибо вам за эту встречу. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова